Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас в нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы обсудим то, как закрылась предыдущая неделя, что ожидать на этой неделе, но и обсудим ключевые события, например, запуск нового испытания, которое было проведено в Virgin Galactics на этих выходных. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, начнем мы с как раз Virgin Galactics. Прошли на минувших выходных первые, ну скажем так, не первые, но одни из важных испытаний. Запуск был проведен успешно и, собственно, это, ну, безусловно, отразилось на акциях компании, которые мы видели, падали достаточно долго. И давайте посмотрим сначала на график. Фактически, да, локальный максимум был зафиксирован в феврале, это уровни 62, затем скатились как раз до минимумов, которые были в районе 12, то есть общее падение составило порядка 80%. Соответственно, апсайт роста у компании довольно-таки хороший. Но вот как раз те позитивные новости, которые были связаны с ожиданием вот данного запуска и пройдет ли все успешно, и во многом зависит как раз от того, как акции компании будут двигаться дальше. Забегая несколько вперед, компания анонсировала то, что первые как раз коммерческие запуски планируют провести в начале 22 года. Уже было продано более 600 мест, сумма от 200 до 250 тысяч долларов за одно место, да, и на текущий момент аппарат вмещает 6 мест, да, помимо двух астронавтов, которые пилотируют корабль. Соответственно, что здесь важно, да, ну, во-первых, это хорошие новости, да, понятно, что у компании пока нет еще никаких продаж, да, то есть компания еще пока ничего, ну, то есть продает, бронирует места, но в целом по мультипликаторам, то есть нам пока сложно ценить, да, классический показатель, как там PA ratio и так далее, то есть это компания роста, да, то есть здесь мы видим то, что у компании нет практически долгов, и пока нет показателей там по profit margin, по gross margin, но тем не менее, то есть то, что вот данные события, они влияют, безусловно, позитивно на акции компании. Соответственно, сейчас мы можем говорить о том, что тот минимум, который был зафиксирован пару недель назад, он, вероятно, пройден. Посмотрим, как откроется сегодня торговля, скорее всего, будет достаточно хороший гэп, ну, и в целом мы можем акцию увидеть там в районе 30-35 в ближайшее время, потому что новость действительно позитивная, и многие инвесторы, кто продавал как раз акции данной компании, могут вернуться обратно. И также я хотел показать для тех, кто, ну, может быть, пропустил вот данный запуск, то, что было опубликовано в твиттере Virgin Galactics, действительно, очень интересно то, как это выглядит. Я впервые, ну, можно сказать, это видео, как это происходит, но в том числе с Virgin Galactics, то есть отстыковывается корабль, и, собственно, дальше уже пилотируется на порядка 50 миль расстояние от поверхности Земли. Действительно, очень интересно. Ну, вот как раз новый виток продолжения роста данной компании, здесь вот на фоне данного события он может как раз и произойти. Ну, обязательно будем дальше за этим следить. Пока я в Virgin Galactics решила, что нет на вложение, то есть я не покупал акции данной компании, но они доступны как раз на инвес-счете в Admirals. То есть если вы считаете, что для вас инвестиции в данную компанию могут быть интересными, то как раз это можно сделать на инвестиционном счете. Дальше. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на других инструментах, но в целом по рынкам. Ну, вот, кстати, был вопрос по поводу того, где я смотрю индекс доллара и индекс страха. Они доступны нам в TradingView. Также индекс доллара он доступен непосредственно в самом MetaTrader. Его можно смотреть там, но здесь уже как удобнее это сделать. Поэтому здесь сейчас мы посмотрим по... Приключусь обратно на трейдинговый счет. Ну, собственно, по индексу доллара. Мы пока продолжаем все еще снижаться. Область поддержки находится в районе 89. То есть то, что мы видели в январе 2021 года. Фондовые индексы тоже несколько корректируются, в том числе индексы S&P 500. Пока мы не дошли до локальных максимумов. Ну, вот такой боковик. Последние пару недель у нас удерживается. Но неделю закрыли более-менее позитивно. И также индекс страха сейчас скорректировался в область 20. То есть такая нейтральная зона, где инвесторы чувствуют себя довольно-таки безопасно. То есть если этот уровень выходит выше 20, то вероятность как раз повышения волатильности здесь она сохраняется. Ну и в целом по индексам. То есть в целом, если мы посмотрим по индексам, то неделю закрыли в позитивной зоне. Индекс NASDAQ тоже корректировался. Собственно, мы сейчас перейдем на графики. Дальше уже посмотрим непосредственно, как это происходило на графиках. У нас подходит к концу сезон отчетов. Но есть еще несколько компаний, которые будут отчитываться на этой неделе. Это Nord Stream, Nvidia, Snowflakes, Salesforce, Costco, The Gap. Собственно, они отчитаются на этой неделе. И тоже нужно держать в фокусе внимание как раз отчеты данных компаний. То есть вот уже завершается уже последняя практически торговая неделя мая. Будет еще понедельник на следующей неделе. Но, тем не менее, сейчас уже мы можем говорить о том, что сезон отчетов идет максимально позитивно. Ожидается, что следующий квартал тоже будет позитивным. Но вот это те вещи, которые могут дать определенный драйвер роста как раз для фондового рынка. Но вкупе с тем, что если ФРС не пойдет на уменьшение как раз стимулирующих мер, не пойдет пока на повышение процентных ставок, то пока мы можем ожидать, что тренд сохранится восходящий. Безусловно, коррекции могут произойти. Тем более, начинается тихий сезон, начинается лето. Поэтому коррекции по индексам еще можно ожидать. В том числе по индексу S&P 500. С точки зрения макроэкономики, то есть те события, на которые стоит обратить внимание на этой неделе. Давайте посмотрим в метатрейдере, в разделе календарь. В понедельник здесь есть ряд праздников, которые будут происходить в Европе. В Японии выступление председателя Банка Японии пройдет. Во вторник будут выходить данные по ВВП в ряде европейских стран. Также по США продажи нового жилья будет опубликовано. Здесь ожидается небольшой прирост. Также в среду решение Банка Новой Зеландии по процентной ставке. Здесь пока ожидается, что останется на прежнем уровне. Ну и пройдет также после пресс-конференции. Также выйдут запасы по США, ну как всегда в среду. И в четверг данные по ВВП США. Здесь ожидается пока на предыдущем уровне, как это было предыдущий квартал. То есть это квартальный показатель. 64 ВВП. Восстановили собственность тех уровней, которые были после 2020 года. И также в пятницу будут опубликованы ВВП по Франции. Соответственно теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на ключевых инструментах. На ключевых валютных парах, индексах. И начнем мы как всегда с евро-доллара. Евро-доллар пока продолжает курсировать в области максимальной значения 1.2270. То есть вот область сопротивления, которую я для себя здесь отмечал. Преодоление данных уровней, ну собственно тех максимум, которые были сформированы на следующей неделе. На предыдущей неделе, прошу прощения. Откроет дорогу движения на как раз области максимальной значения, которые были в январе. То есть отметка 1.2360. Пока здесь я стою в шорте. Открывал позицию на шорт как раз в пятницу. И говорил об этом на предыдущем видео. Собственно есть пока вероятность того, что коррекция здесь может еще развиться. Но пока не получил подтверждение, которое может здесь быть. То есть если цена уйдет сегодня ниже отметки 1.2160. То есть это минимум, который был зафиксирован в пятницу. Также мы видим 20 мая, 19 мая. То вероятно до области как раз 1.20 мы еще сможем дойти. И тогда я уже буду смотреть на возможность подбора как раз на данных минимальных значений. Но если посмотреть еще раз дневной таймфрейм. Мы торгуемся на локальных максимум. Но вполне вероятно, что скорректируется как раз в области 1.21, 1.20 и 1.50. Мы здесь вполне еще можем. И покупки здесь еще будут легитимны. А по британской валюте. Здесь также мы торгуемся уже чуть выше. Мы по крайней мере подобрались к локальным максимумам, которые были сформированы в этом году. Именно в январе мы видели максимумы по британской валюте. И сейчас мы несколько корректируемся. Пятница закрылась негативно. Мы обновили локальный максимум. Затем ушли на минимальные значения за этот день. Но вот сегодня, если мы опять же пробьем минимум, который был сформирован в пятницу, то вероятность развития коррекционного движения здесь будет более вероятной. Поэтому покупать сейчас поздновато. Мы находимся на локальных максимумах. Но вероятность коррекции здесь становится все выше и выше. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь все еще мы торгуемся вблизи поддержки, которую мы видели на прошлой неделе. То есть это область 1.20. И пока ниже данных уровней мы еще не ушли. Были попытки подойти вплотную к этим уровням как раз в пятницу. Но пока удерживаемся выше минимальные значения, которые были 18 мая. Как раз сформированы. В целом пока выглядит нам продолжение как раз коррекции. Ну коррекции я имею в виду здесь это восходящее движение, то есть укрепление американского доллара. Если сегодня пара сможет закрепиться ниже минимум опять же пятницы, то вероятно мы увидим продолжение как раз нисходящего тренда в данном активе. А по доллар-иене. А в целом с точки зрения дневного таймфрейма здесь мы видим то, что у нас пока сохраняется вот этот боковик. То есть мы находимся плюс-минус в середине того канала, который у нас очерчен минимуме, которые были в апреле, максимум, которые были в марте. И соответственно сейчас здесь важно посмотреть то, как себя пара будет дальше уже вести и двигаться дальше. По австралийцу. По австралийцу здесь у нас тоже сохраняется движение пока восходящее, пока тренд идет на укрепление. С одной стороны есть сопротивление в области максимальных значений, которые были как раз в марте и в мае. В целом здесь можно присматриваться пока к покупкам, но я бы ждал здесь движение чуть ниже, и тогда уже бы заходил. Ну и плюс-минус та же самая картина у нас по новозеландцу. Если мы опустимся как раз в область минимальных значений, которые мы видели в мае, то в принципе оттуда было бы интересно перейти как раз в рост. А золото. Золото пока торгуется на локальных максимумах, пока мы не ушли ниже тех уровней, которые были сформированы как раз на прошлой неделе. В принципе здесь я для себя жду. Во-первых, 1889 локальный максимум здесь у нас сформирован. Если сможем идти ниже минимальные значения, которые были сформированы в пятницу, то опять же здесь будет определенный сигнал на то, что можно пробовать искать уже непосредственно продажи по данному инструменту. Но опять же аккуратно, пока тренд сохраняется восходящий. А индекс, в том числе индекс DAX продолжает расти. Сегодня открылись довольно-таки позитивно. Сейчас уже переписали локальный максимум, которые были сформированы на прошлой неделе, именно в пятницу. Ну и видим, что опять та коррекция, которая была с 18 мая, опять же крайне быстро откупили. Сейчас тренд здесь тоже возобновляется. Идем на локальный максимум. Ну и S&P 500 тоже торгуется сегодня уже в позитивной зоне. Совсем чуть-чуть остается до обновления максимума, которые были сформированы как раз в пятницу. Поэтому ожидаем, что пока вот этот рост восходящий по S&P 500 продолжится. И в принципе движемся на отметку 4230. Да, те максимумы, которые были как раз в мае зафиксированы. Поэтому вполне вероятно, что обновление исторических максимумов на этой неделе мы тоже можем увидеть. Ну и нефть пока продолжает курсировать в том боковике, о котором мы говорили ранее. Нащупана была поддержка в области 64. От нее пока мы отскакиваем. И сейчас нефть торгуется выше максимума, которые были сформированы в пятницу. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма здесь мы видим сохранение как раз пока начала восходящего коррекционного движения. Поэтому вот тот боковик, о котором мы отмечали, да, 63, нижняя граница 70, верхняя граница. Вот в нем как раз нефть и продолжает курсировать. Если сможем обновить максимум и уйти выше отметки 70, то тогда вероятность продолжения здесь будет гораздо выше. Но пока мне кажется, что подойдя вплотную к этому уровню, мы опять же увидим сохранение в рамках данного боковика. Ну и теперь индекс Dow Jones. Индекс Dow Jones тоже продолжает расти. До локальных максимумов есть еще определенный запас, что может также повлиять и на акции, которые входят в индекс Dow Jones. Но в целом здесь область сопротивления, которая видится, это отметка 34 475. Если увидим закрепление выше данного уровня, то опять же на исторический максимум здесь можем пойти. Ну и NASDAQ тоже на прошлой неделе отрос. Вот тех меню, которые были на позапрошлой неделе. Здесь запас роста, ну пожалуй, самый большой из ключевых американских индексов. Порядка 5% здесь может быть до локальных максимумов. Поэтому мы видим, что пока и в том числе технологичные секторы начинают восстанавливаться. И в этом случае позитив опять же мы сможем увидеть. Тем более отчитывается ряд технологичных компаний. И NVIDIA, и Snowflakes, и Salesforce. Поэтому обязательно за ними следим. И можем увидеть как раз возобновление роста по технологичным компаниям. Ну что ж, коллеги, всем желаю хорошей торговой недели. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Но мы с вами увидимся в среду. И посмотрим, как мы движемся в середине недели. И что на рынке интересного произошло. Всем спасибо за внимание и до свидания.